Ну что, ребят, всем привет! И это последнее наше четвертое занятие перед ДВИ 13 августа, которое уже будет. И сегодня мы разберем с вами вариант 2019 года, разберем вариант номер 2, потому что первый вариант уже очень много кто разбирал, и очень много всевозможных разборов можно найти на ютубе. Ну что, поехали, давайте решать вместе. Я думаю, что видео будет большим, но вы можете посмотреть разборы конкретных задач, потому что в описании есть тайм-коды. Вы можете легко переместиться на ту задачу, которая вам нужна, и посмотреть именно то, что вам интересно. Но если вам интересно все, а надеюсь, вам интересно все, потому что я буду всегда еще давать какие-то комментарии дополнительные, может быть, что-то дополнительное еще так рассказывать. Поэтому смотрите, пожалуйста, все до конца, потому что я очень старалась, надеюсь, что вам понравится этот разбор. А если понравилось, пожалуйста, поставьте обязательно лайк, потому что, опять же, для меня это всегда приятно, и это оценка моей работы. Ну что, поехали. Все, груст, печаль, последнее занятие, наше заключительное перед ДВИ. И обязательно, кстати, пожалуйста, когда вы сдадите ДВИ, и кто смотрел мои занятия 1-4, в этом видео, в комментариях напишите, как все прошло, чтобы мы с вами немножечко пообщались и обсудили, какой был в итоге вариант в этом году. Ну что, сколько электронов содержится в молекуле сероводорода? Приведите пример катиона с таким же числом электронов. Кстати, не забудьте, что нам нужно с вами вооружиться вот этими двумя вещами. Сегодня будем активно считать. Так, сероводород. Ну, давайте смотреть. Сероводород, H2S. И как посчитать суммарное число электронов в молекуле? Ну, просто посмотреть, сколько электронов у водорода. У водорода у нас одна штука, но у нас было два водорода, то есть умножить на два. У серы у нас электронов это порядковый номер 16, сера была одна, соответственно, здесь у нас электронов будет с вами 18 штук, 18 электронов. А почему мы с вами просто тупо складывали электроны от атомов? Ну, потому что сколько водород отдал, столько серы приняла. Суммарно-то у нас ноль в итоге, поэтому можете сложить электроны не от аниона и катиона, а суммарно от атомов, потому что они же все равно принимают, отдают столько, сколько у них есть валентов. Поэтому, по сути, то же самое получится. 18 электронов у нас содержатся в молекуле сероводорода. Приведите пример катиона с таким же числом электронов. Ну, получается, что 18 электронная оболочка у нас у аргона, и нам нужно просто посмотреть на катионы четвертого периода. Ну, кто это может быть? Ну, это может быть калий плюс, например, или кальций с зарядом 2 плюс, или, в принципе, может быть и скандий с зарядом 3 плюс. И титан, ну, просто титан с зарядом 4 плюс, он как бы в виде отдельного катиона не существует, да, потому что, ну, калий плюс, кальций 2 плюс еще хоть как-то, да, скандий, соль и скандий тоже. А у титана я бы не писала. Но, по крайней мере, вам нужно один, выберите любой из этих трех, чтобы наверняка. Потому что, ну, титан 4, он, например, в виде оксида титана, но это же не катион конкретно, да, поэтому лучше такой пример не писать. Также с ванадием, например, тоже у вас же ванади 5 плюс не бывает в виде катиона. Он бывает в составе анионов, например, или в составе катионов, но не в виде отдельного ванадии. Это всякие окси-катионы, поэтому лучше калий, кальций или скандий. Вот три примера, нормальные, в принципе, все. Такое задание, 2 балла, но понятное дело, что самое простое, на строение всевозможных атомов, ионов, катионов, анионов и т.д. Напишите уравнение электролиза водного раствора сульфида калия с инертными электродами. Ухажите среду раствора после полного разложения соли. Ну, здесь нас спрашивают электролиз. У нас был сульфид калия, калий 2С, аккуратно пишем название. С инертными электродами. Ну что, это, кстати, водный раствор. Значит, у нас процессы на катоде, процессы на аноде. Так как это водные растворы, у вас активный металл на катоде, будет идти электролиз воды. Восстанавливается водород до H2 и выделяется OH-. На аноде будет окисляться сера, потому что у вас бескислород содержащий кислотный остаток. Все бескислород содержащие, кроме фтора, минус, окисляются до простых веществ. И сера окисляется до нуля. И здесь получается плюс 2, здесь минус 2 электрона. И получается у нас коэффициенты, в принципе, 1,1. Давайте напишем уравнение. Просуммируем просто все. Сюда двоечка еще. Плюс H2O. У нас процесс электролиз. Затем выделяется на катоде H2, на аноде получается OH- это калий-OH. И выделяется сера, простое вещество. Все. Вроде бы больше ничего нам не нужно. И, кстати, здесь вам просто нужно уравнение электролиза. Вам не нужно даже писать процессы на катоде, на аноде. Просто уравнение. Вроде написали, коэффициенты поставили. Давайте проверим водорода. Водороды сошлись. Укажите среду раствора после полного разложения соли. У вас выделяется водород в виде газа, сера в виде твердого вещества. В итоге при катодном пространстве у вас выделяется щелочь. Значит, среда раствора будет щелочная. Щелочная. Среда. Все. Два балла. Ну, тоже крайне простое задание на электролиз. Следующее. 800 мл воды растворили гидроксида калия. При этом не произошло изменение объема раствора. Определите pH полученного раствора. Для того, чтобы найти pH, нам с вами нужно знать концентрацию ионов водорода. Ну, понятное дело, что нам нужно знать количество вещества. Да, напомню, что такое концентрация. Но, в принципе, вы здесь можете обозначить и равновесную концентрацию. Можете обозначить просто CH+, и то, и то будет правильно. Но здесь у нас щелочь, кстати. Когда вас щелочь диссоциирует, у вас получается калий плюс плюс OH минус. В общем, тут есть несколько вариантов. Вы можете найти сначала pOH и потом пересчитать в pH, потому что от вас хотели конкретно pH. Или вы можете через КВ, ионное произведение воды, найти концентрацию H+, по концентрации OH минус. Как хотите, так и считайте. Ну, давайте мы используем вот эту вот формулу, что pH плюс pOH это 14. Опять же, эта формула взялась из ионного произведения воды. И, ну, давайте считать. У нас есть масса гидроксида калия. Давайте найдем количество вещества калий OH. 0,1,1,2 мы разделим на 56. 0,1,1,2 разделим на 56. Это, соответственно, 0,02 моль. Прекрасно. Затем нам говорят, что у нас растворили в воде, но при этом изменяя объема раствора не произошло. Ну, значит, концентрация калия OH это 0,002 деленная на 0,8. Обязательно в литре переводим на 0,8. И сколько получается? Так, еще раз. 0,002 мы разделим на 0,8. Вот столько концентрации получается. 0,025 моль на литр. Ну, и получается, что в точности такая же у нас концентрация и OH минус. Ну, давайте найдем с вами POH. Это отрицательный логарифм концентрации OH минус. Значит, мы берем отрицательный логарифм от значения 0,0025. Ну, давайте смотреть. Берем логарифм. Это получается 2,6. Но нам нужно PH. Значит, PH это 14 минус 2,6. И получается 11,4. Вот такое значение PH. Здесь сказали, что изменением объема раствора при растворении пренебречь. Значит, конечный раствор, он тоже 0,8. То есть, 800 мл. Вот и все. Просто некое задание. Тоже 3 балла. То есть, тут и не должно было быть чего-то сложного. Следующее. Вещество А одно из трех изомерных комплексных соединений. Вот у нас есть такой хлорид. У нас есть кристаллогидраты. Три штуки. В общем, разных всевозможных соединений. То есть, у них одинаковая молекулярная формула, но разное строение. Если к раствору А, то есть у нас вещество А, это одно из этих вот веществ. Вот такой-то массы. 2, 6, 6, 5. В воде добавить избыток раствора нитрата свинца. То есть, к этому веществу добавляют нитрат свинца, плюмбом и нутрин дважды. Образуется столько-то белого осадка. И смотрите, когда вы видите какое-то комплексное соединение, оно всегда состоит из нескольких частей. У вас есть внутренняя сфера. Это комплексообразователь и леганды. Все то, что находится в квадратных скобочках. А есть внешняя сфера. Это противоионы. То есть, ну, любое комплексное соединение, это же, ну, не всегда соли, но по большей части это комплексные соли. И у вас есть комплексный или анион, или катион. Ну, в принципе, может быть и комплексный и анион, и катион. Ну, и, соответственно, какой-то противоион. Или катион, или неон. Вот если вам говорят, что у вас, ваш комплексо реагирует с плюмбом и нутрин дважды, и образуется белый осадок. А белый осадок какой тут может быть? Плюмбом хлор-2. Это означает, что у вас во внешней сфере, а во внешней сфере хлоры, в принципе, у вас во всех комплексных соединениях есть. И вот, вот эти хлоры противоионы. То есть, комплексный катион и противоионный хлор, это внешняя сфера. И, соответственно, они, у вас комплекс диссоциируют с образованием хлоров минус, а те у вас хлоры, которые находятся внутри комплекса, в внутренней сфере, они связаны с ковалентными связями, там, донорно-акцепторный механизм, поэтому они не могут диссоциировать. А в итоге связи разрываются ионные при диссоциации, и у вас хлора минус плавает в растворе, и именно хлора минус реагирует в итоге с плюмбом 2+, и выпадает белый осадок плюмбом хлор-2. Это показатель того, что у вас есть хлоры во внешней сфере, но в итоге во внешней сфере у вас есть хлоры во всех трех комплексных вот этих изомерах. Окей. Ну, мы пишем схему, потому что здесь конкретно уравнение мы особо-то и не напишем, но да ладно. У нас образуется вот столько вот осадка, 4,17 грамма. При выдерживании А над осушителем, осушители бывают, что такое осушитель? Ну, это какое-то вещество, которое используется для того, чтобы избавляться от воды. Осушители бывают разные, подбирают специально под какое-то вещество, чтобы осушитель просто не реагировал с веществом. Это или кальций хлор-2, это P2O5, в общем, разное. Или серная кислота концентрированная. Ну, в общем, какой-то осушитель. Что он будет делать? Нам говорят, что его масса не изменяется. Что это означает? При выдерживании А над осушителем его масса не изменяется, значит, у вас нет воды во внешней сфере. Потому что осушитель как раз-таки, он нужен для того, чтобы убирать воду. Вода уберется только та, которая кристаллизационная, которая, опять же, как бы во внешней сфере, а кристаллизационная вода у нас есть вот в этих двух комплексах. Вот и вот. В этом комплексе, в первом, у нас кристаллизационной воды нет. Если говорят, что его масса не изменяется, значит, мы сразу делаем вывод, что у нас было вот это вот комплексное отсоединение, именно этот изомер, где у нас 3 хлора внешних и 6 воды внутренние. Вот. Так что вот такие вот выводы мы делаем. Но нам нужно еще не просто определить, что это за комплекс. То есть вы как бы описываете словами, да, что вы по вот таким вот подсказкам из условия задания понимаете, что это за комплексное отсоединение. Если бы у вас было изменение массы под действием осушителя, значит, это был бы, допустим, если это первый комплекс, то это второй, а это третий. То есть если было бы изменение, то это или второй, или третий комплекс. Если нету изменения, то это однозначно первый комплекс, потому что у нас нет кристаллизационной воды, Ну и как бы осушителю нечего осушать, потому что та вода, которая внутри сферы, она связана эквивалентными связями, ее просто так оттуда не вытащить. Ну что, нам нужно определить еще, знаете, состав вещества А, надо определить, что за Х был, что за металл, и концентрацию его раствора. Ну давайте определять, что за вещество у нас было. У нас есть с вами масса плюмбом хлор-2, и вы знаете, что если вам нужно определить какой-то неизвестный металл или еще что-то, вам всегда нужно находить малярную массу. То есть нам нужно знать количество вещества. Ну давайте найдем количество вещества плюмбом хлор-2. Плюмбом хлор-2 у нас 278. 278. То есть 4.17 деленное на 278. Количество вещества 0.015 моль. Ну так как мы уже поняли, что у нас за комплексное соединение, в принципе мы даже здесь в общем виде уже можем написать уравнение, потому что нам нужно знать, какие коэффициенты, чтобы в итоге найти количество вещества нашего комплексного соединения. Так у нас Х, Х2О6, хлор-3. Получается плюмбом хлор-2, ну как бы нитрат этого комплекса. Ну потому что это по факту просто реакция ее новообмена. Тогда здесь будет у нас НО3 три раза. Тогда получается сюда мы должны поставить двойку, сюда мы должны поставить двойку. Сюда должны поставить тройку, сюда должны поставить тройку. То есть комплекс у нас в две трети раза меньше, ну в две трети раза больше, чем плюмбом НО3. Почему я здесь не писал плюмбом НО3 дважды? Все правильно? Так. Все правильно. Не, все хорошо. Мы сравниваем с плюмбом хлор-2, потому что у нас его количество вещества. Ну в любом случае в две трети раза больше, чем было плюмбом хлор-2. Значит количество вещества А, я не буду сильно расписывать, это 0,015, получается разделить на 3 и умножить на 2. Ну давайте смотреть. Делим на 3, умножаем на 2, это получается 0,010. Ну а нам же нужно знать малярную массу, а у нас есть масса. Значит мы, чтобы найти малярную массу А, его массу 2,665 делим на 0,01. Так, ну это получается в общем 2,665 грамма на моль. Нам нужно найти малярную массу металла Х. Ну давайте просто вот 6 воды отнимем, 3 хлора отнимем, чтобы в итоге найти какая малярная масса у Х. То есть 2,666.5, мы отнимаем 6 молекул воды, 6 умножить на 18, это получается 108. И отнимаем 3 хлора, 3 умножить на 35, это получается 106,5. Значит металл у нас будет 52. 52 это же хром, это хром, идеальный хром. Значит 52 грамма на моль, и мы определяем с вами состав комплекса. И правильный ответ тогда, хром, H2O, 6 раз хлор-3, это состав. А еще нужно определить концентрацию, то есть нам нужно знать количество вещества и объем раствора. Так, а зачем это? Серла, хлор-3, все правильно. Так, у нас был, если к раствору 50 миллилитров инстиллерной воды, добавили избыток раствора нитрата свинца. Остановить состав и концентрацию его раствора. Ну то есть у нас если 50 миллилитров, я думаю здесь тоже имели ввиду, что объемом пренебречь, потому что мы не знаем ни плотности, ни ничего не знаем, именно изменением объема пренебречь при растворении. Ну давайте смотреть. То есть количество вещества же у нас было, это 0,01. Но получается 0,01 нужно разделить на 50. То есть концентрация нашего комплекса, 6 раз хлор-3, это 0,01, разделить на 50, это 0,05. То есть мы в литры переводим, ну в общем 0,01 разделить на 0,05, это 0,2 моль на литр. Все. Единственное тут, основите состав и концентрацию его раствора, я думаю имели ввиду конечно же концентрацию начального раствора. Все, прекрасно, мы все нашли. Опять же несложное задание, всего 4 балла дают, поэтому тут как бы тоже не запредельно слишком сложное было решение. Неизвестное вещество Х состава С4А6О2 обесвечивает холодный раствор перманганата калия. Давайте писать схемки сразу, чтобы у нас условие задания, оно было наглядное. С4А6О2, и мы такие смотрим, и что мы понимаем? Что это, что такое? Это похоже на СННН-2О2. Ну, это точно не альдегид, не кетон. Это может быть, например, диальдегид, это может быть дикетон, это может быть что еще? Какой-нибудь непредельный спирт, потому что СНН-2О2, причем непредельный двухатомный спирт, да, потому что у нас там два кислорода. Ну, в общем, сейчас будем смотреть, что это может быть. Ну, по крайней мере, по общей формуле вы сразу прикидываете, что это за класс соединения вообще может быть такой. Обесвечивает холодный раствор перманганата калия. Ну, и как бы холодный, это сразу такой жирненький намек. Может быть, кто-то вспомнил, что у нас калий-марганец-4 холодный делает. Похоже на реакцию Вагнера. Ну, сейчас посмотрим, и не знаем. При взаимодействии Х, то есть это наше вещество Х, оно может реагировать с бромной водой и образуется вещество, которое при нагревании до 200 градусов превращается в соединение состава вот такое. То есть оно реагирует с бромной водой, а затем оно, вот какое-то вещество Y, например, которое получается при взаимодействии с бромной водой, оно 200 градусов и превращается в С-4-H4О3. И установите строение Х и напишите уравнение упомянутых реакций. Это очень интересно. Что, похоже, делается? 200 градусов. Просто нагревание, да, ну то есть это похоже на реакцию дегидратации. То есть у нас тут, скорее всего, отрывается молекула воды, и так как здесь у вас О3, то это, скорее всего, была какая-то дикарбоновая кислота или что-то похожее на дикарбоновую кислоту. Это, в общем, чтобы у вас в итоге оторвалась молекула воды внутри одной молекулы чего-то. Ну давайте проверять. Но при этом, смотрите, бром-2 у вас это точно не реакция была при соединении, потому что если бы эта реакция была при соединении, потом у вас чего-то там отрывается, а это к любому реакция дегидратации. Потому что О3 это сразу минус 1 молекула воды, было 4 кислорода, стало 3 кислорода, минус 1 молекула воды. То есть это была не реакция при соединении, это была реакция окисления. А кто может окисляться бромной водой? Могут окисляться альдегиды. Верно? Ну, тогда получается, что может быть это диальдегид. Давайте проверим нашу догадку. То есть 4 атома углерода. Допустим, у нас 2 альдегидные группы. Сейчас проверим. Сколько здесь у нас всяких атомов. 4 углерода. Водорода у нас получается как раз-таки 6. То есть по смыслу подходит. Ну, допустим, у нас идет окисление бромом. Что у нас происходит? Альдегиды реагируют с бромом. Они окисляются. Просто до карбоновых кислот. CH2. Здесь получается COOH. И здесь получается вот так вот. Ну и плюс H-бром. Бром восстанавливается. Сейчас посмотрим, какие коэффициенты здесь нужны. Так, углероды каждый у нас был. Плюс 1. Стал плюс 3. То есть это 2 электрона. Давайте сюда поставим двоечку. Сюда поставим четверочку. Проверим водороды. Водородов у нас не хватает здесь. Значит, здесь еще нужно 2 молекулы воды получается. Здесь 4. Здесь 2 кислорода. Здесь получается 4. Ну, как раз-таки плюс 2. В общем, такое уравнение реакции. А здесь на сколько углеродов? 4. И как раз-таки, в принципе, у нас, возможно, внутри молекулярной дегидратации будут образовываться ангидриды. Будут образовываться как раз-таки пятичлены ангидрид. Так что пока похоже на правду. Давайте напишем реакцию дегидратации. Вы потом соберете просто все эти реакции воедину. То есть мы уже по факту, рассуждая, в итоге решаем задания. Ну, потому что, а как без таких вот рассуждений? Я не все задания решала сразу. Какие-то, которые мне казались сложными, я пререшала заранее, чтобы знать, как вам объяснять. Какие-то попроще я не решала. Поэтому вот это конкретно я не решала. Рассуждаю вместе с вами. Получается. Дегидратация. Ну, кстати, она делается или по действиям P2O5, или по действиям серной кислоты концентрированной. Отрывается молекулу воды. Где внутри молекулы кислоты. Вот его замыкается цикл на атом кислорода. И это образуется ангидрид. Так, у нас 4 атома углерода. Щавелевая, чавелевая точнее. Малоновая и янтарная. То есть это получается у нас янтарная кислота. Ш-М-Я, да? Янтарная кислота. Значит, это ангидрид янтарной кислоты. Вот так он, получается, выглядит. Плюс молекулы воды. Давайте проверим. Получается у нас С4, А4, О3 или нет? Получается. Значит, это оно. Окей. А еще нам нужно было написать реакцию с холодным раствором. Бермаганата калия. С водным раствором получается. И с холодным. То есть альдегиды окисляются очень легко и просто. Я думала, что здесь реакция Вагнера. Но в итоге здесь не реакция Вагнера. Потому что, судя по тому, что дальше идет окисление с бромом. Это был у нас альдегид. Ну, давайте писать реакцию окисления. То есть здесь у нас CH2, CH2, CO, H, плюс перманганат. Калий-марганинс У4. Была водная среда. Ну, окисляется тоже, получается, что до дикарбоновой кислоты. О чем нам сказали? То есть здесь холодный раствор пермаганата калия. При замедействии с бромной водой образуется вещество, которое при нагревании про вещество не такое. То есть здесь страниц, напишите уравнение по методам реакции. Но здесь, правда, не карбоновая кислота будет, а соль. Потому что у вас среда-то была какая. Но я без понятия, в каких соотношениях здесь что образуется. Поэтому пока я напишу неправильно, я напишу саму кислоту. А потом после уравнивания поймем, в каких соотношениях там что образуется. И, соответственно, уже поставим коэффициенты. Углерод был 1, углерод был 1, углерод стал 3, углерод стал 3. То есть это углерод плюс 1. Так. Это да, это углерод плюс 1, углерод стал плюс 3. Сюда двоечки поставим. То есть это получается минус 4 электрона. Марганец был 7, марганец стал 4. Это плюс 3 электрона. Тогда коэффициенты 4 и 3. Тогда перед органикой сюда тройки поставили, перед марганцем четверочки поставили, перед калио H соответственно четверочку поставили. Что мы видим? Что у нас 3 молекулы кислоты и 4 молекулы калио H. Получается, что на 4 молекулы калио H у вас двухосновная карбоновая кислота, может соответственно реагировать 2 молекулы кислоты в итоге получается. То есть 4 калио H значит 2 молекулы кислоты, а у вас 3 молекулы кислоты. Значит 1 молекула кислоты просто осталась не прореагирующей. Прекрасно. Значит мы здесь коэффициент 3 стираем, 1 молекула кислоты останется. Но еще образуется калио H у нас реагирует в итоге и образуются 2 молекулы соли. О калий, CH2, CH2, CO, О калий. Калий. А калий H мы стираем, потому что он в итоге вот 4 калия у нас уравнялось. У нас соль образовалась, если кто-то не заметил. Это такой некрасивый калий в итоге. Калий. Но вода. Вода навряд ли останется у нас в этой стороне. Скорее всего она у нас переедет в правую сторону. Сейчас посмотрим. Так, кислорода считаем. У нас здесь 6 плюс 16 это у нас 22. 22 минус 4. Надо бы на калькуляторе считать. 22 минус 4, 18. Здесь у нас минус 8. И здесь у нас получается еще 4 на 2. В общем 2 молекулы воды. Надеюсь, что у вас так же получилось. Если что, если вдруг где-то что-то пишите. Вроде такие коэффициенты. Это 3-4, 1 перед кислотой, 2 перед соли, 4 перед марганцу, 2, потому что у вас раствор был водный. И 2 молекулы воды в правой части. Вот такие вот уравнения. Опять же, до таких коэффициентов, до таких продуктов без баланса вы не догадаетесь. Сначала ставьте баланс, а потом уже смотрите чего, куда. Раскидывайте молекулы все, чтобы в итоге все получилось. Ну все, вроде бы разобрались. А что там еще нужно было? Просто установить стройникс. Мы установили и напишите уравнение упомянутых реакций. Всего было 3 штуки. Вроде бы мы все написали и коэффициенты поставили. Значит, должны были получить максимальный балл. Следующее. Образец тирозина C9H11N3. Массы такой-то поместили в калориметр, содержащий столько-то воды и сожгли в избытке кислорода. В результате температура калориметра увеличилась от сталькита до сталькита. Рассчитайте теплоту сгорания и теплоту образования тирозина. Если теплоемкость калориметра без воды равна столько-то, а теплоемкость воды равна столько-то. Ну, тут какая-то физика на самом деле. Не очень люблю физику. Калориметр. Это прибор, который используется для того, чтобы измерять теплоту и всевозможные сгорания как раз-таки. Ну и по теплотам сгорания можно определять теплотообразование каких-то неизвестных веществ. Потому что теплотообразование каких-то таких базовых веществ, они все есть, они в таблицах. И это какая-то известная величина всегда. Ну что, калориметр. Он просто, соответственно, может за счет своей какой-то определенной теплоемкости. Сейчас физика от химика. Не знаю, понравится вам или нет. Калориметр просто может в себе аккумулировать какое-то определенное количество теплоты. Какое количество теплоты он аккумулирует? Ну, это зависит от теплоемкости. То есть, в принципе, теплоемкость калориметра у вас есть без воды. Вот она. Столько-то килоджоулей на килограмм. Изменение температуры у вас есть. Вот она. Также у вас в калориметре есть вода. Вода, она тоже обладает, как и любое вещество, своей теплоемкостью. И получается, что то тепло, которое выделяется при сжигании тирозина вот такой вот именно массы, оно поглощается с одной стороны калориметра, но с другой стороны оно еще поглощается и водой. И чтобы нам понять, а сколько в итоге теплота у нас образовалась при сгорании, ну, нужно понять, сколько в итоге вода в себя поглотила и калориметр поглотил. Вот это и будет та теплота сгорания по факту. Только обратите внимание, что здесь вам нужна теплота сгорания как бы в килоджоулях на мой, но это легко пересчитывается, потому что у вас здесь какая-то масса, но потом мы посчитаем. Ну, как-то так, в общем. То есть у вас калориметр часть теплоты на себя берет, а вода часть теплоты на себя берет за счет определенной теплоемкости. Нам нужно все это сложить, чтобы понять, сколько в итоге у нас образовалось при сжигании. Ну, давайте. С9, H11. Мы напишем уравнение сгорания, конечно же. NO3 плюс молекула кислорода. Получается, что CO2. Здесь у нас был азот, поэтому N2 плюс H2O. Нужно поставить коэффициенты. Давайте ставить коэффициенты на 1 моль тирозина. Сюда тогда получается 10. Здесь можно коэффициенты дробные ставить. Почему бы нет? У нас, кстати, здесь какое-то тепло выделяется. Тогда у нас водорода будет 11 вторых. Ну, можете дробные, можете не дробные поставить. Мы можем. Давайте напишем 11 пополам. Это 6,5. Я почему 6,5? Это 5,5. 5,5. Затем у нас азота здесь была одна штучка, значит, здесь было 0,5. Считаем весь кислород. Получается 5,5. 5,5 плюс 18. Но минус 3. И еще это нужно разделить на 2, чтобы поставить коэффициент перед кислородом. Это 10,25. Ну, в общем, 10,1. Ну, все. Это теплота сгорания как раз-таки на 1 моль. Написали. Значит, у нас было изменение температуры. Ну, давайте посчитаем это изменение температуры. Дельта Т нам по-хорошему нужно в Кельвинах. Но дельта Т, что в Цельсиях, что в Кельвинах, это будет одно и то же. То есть температура конечная. 27,65 минус температура начальная. 19,87. 27,65 минус 19,87. Это 7,78. Но это изменение. Мы можем... Ну, я даже не знаю, хорошо это так писать или нет. Можете перевести, в принципе, в Кельвины. Потому что я хотела бы здесь Кельвин сразу написать. Потому что по факту-то это то же самое. Ну, в общем, вы можете перевести это сначала в Кельвины, чтобы все прям четенько было. Ну, если я напишу здесь Цельсия, да. Ну, в принципе, это по факту будет то же самое, что изменение в Кельвине. Даже не знаю, как это лучше оформить. Но чтобы, опять же, может быть, приключения не искать себе, давайте это сделаем вот так вот. Все-таки 19,80. Так, 27,65 плюс 273. Чтобы в Кельвинах все сразу было. Потому что, мало ли. 365 и 19,87 плюс 273 это 292,87. Ну, в любом случае, у вас при разности то же самое образуется, 7,78. Но теперь зато мы законные Кельвины можем написать, и не сомневаясь, что это какая-то ошибка. Тут точно Кельвины. Окей, у нас есть теплоемкости. У нас есть теплоемкость воды. И, кстати, что такое теплоемкость, вы очень легко можете сразу по размерности определить. У вас есть теплоемкость калориметра, я выночу СК, калориметр. И есть теплоемкость воды. Ну, например, вот теплоемкость калориметра. У вас это джоли, килоджоли на Кельвин. Значит, вы знаете изменение температуры, вы можете найти, сколько в итоге теплоты пошло на калориметр. Давайте напишем так. Ку калориметр. Это С калориметр умножить на дельта Т. Вот столько у нас тепла в итоге поглотилось конкретно калориметра. 7,78 мы умножаем на 1, 7,89. И вот столько тепла у нас в итоге калориметр на себя возьмет. Это 13,92 килоджоли. Окей, это калориметр. А затем у нас вода. А вода это джоли на моль на Кельвин. То есть вам что еще нужно знать, чтобы найти, сколько Ку от воды у вас водой поглотилось? Вам нужно не только дельта Т знать, но еще и моли. А у вас как раз-таки была масса воды. То есть вам, получается, нужно умножить ню воды на дельта Т. Ну и, соответственно, на теплоемкость воды. Ну, давайте сразу подставим. Получается, 2345 мы разделим на 18, чтобы ню найти. Дельта Т у нас 7,78. И умножить на теплоемкость. Это 75,31. Кстати, мы с вами сразу в килоджоли переведем, потому что у вас калориметр был в килоджолях. Ну и затем вам тоже нужно килоджол на моль найти теплоту сгорания. Поэтому здесь давайте сразу на 10-3 умножим, чтобы все было в килоджолях. Ну, считаем, сколько получается. У нас там граммы. 2345 мы делим на 18. Умножаем на 7,78. Умножаем на 75,31. И делим на 1000. Получается 76,33 килоджоли. И тепло, которое получилось с водой и калориметром, это в итоге получается теплота сгорания. Но это только не на моль будет теплота сгорания. Давайте пусть это будет пока куштрих, который не на моль. Потому что у нас сгорала вот такая вот масса. Ну, в общем, это тепло от калориметра, которое погодилось с калориметром, и водой. То есть в итоге у нас выделилось при сгорании такой массы вот столько-то килоджоли. 76 и здесь 33, соответственно. Плюс 13,92. У меня получилось 90,25. Надеюсь, я нигде не ошиблась, потому что здесь, конечно, очень легко ошибиться в расчетах. Килоджоли. Окей, но это не на моль. Это вот на вот эту моль. Значит, мы должны с вами посчитать количество вещества тирозина. С9, H11, NO3. И получается 3,689. Давайте делить на малярную массу тирозина. 9 умножить на 12, 108. Плюс 11, плюс 14, плюс 16 на 3. Это у нас что? Это 36 на 3. Это 46. Ну, давайте смотреть. Плюс 11, плюс 14, плюс 46. 179. Считаем. 3, 6, 8, 9. У меня получилось 0, 0, ну, 21 примерно моль. А нам надо на 1 моль. Ну, пропорция просто. Получается, что Q на 1 моль, это значит наше Q, Q3. Нужно разделить в итоге на вот это вот количество вещества. На 0, 0, 21. Ну, потому что если у нас 1 моль, это Q, а при Q' это 0, 0, 2 примерно. Значит, Q крест накрест. Это значит Q' нужно разделить. Все правильно. Я, кстати, не сбрасываю с калькулятора, поэтому, может быть, ответ немножечко поточнее получится. Множить на 90, 25. Это получается 44... Вау, как много. 4 379, ну и примерно 2 кГ на моль уже. Так что, если у вас 0, 0, 2, то вот столько выделяется. А если на 1 моль нужно посчитать, то вот столько. И это теплота сгорания. Ну, потому что мы посчитали на 1 моль. Вроде бы посчитали. Все, вот такое значение получилось. Если вдруг что-то не так, обязательно напишите в комментариях. Надеюсь, вроде все правильно. Ну, где-то расчеты могут подвести. Но вроде алгоритм такой. Проверьте расчеты обязательно. Затем, что еще нужно? Нам нужно найти, помимо теплоту сгорания, мы ее нашли, теплоту образования тирозина в килоджоулях на моль. Как найти теплоту образования? У нас есть теплота сгорания. Вот это куб. Что это такое? У нас закон ГЕСа, что теплота образования продуктов реакции со стихиометрическими коэффициентами минус теплота образования исходных веществ со стихиометрическими коэффициентами и будет наш тепловой эффект. Получается у нас уравнение какое? Вот такое вот. 5,5 воды, то есть у нас 9 куб образования СО2 плюс 5,5 куб образования воды. Ну, мы знаем, что теплотообразование простых веществ это равно нулю, значит, азот нам не нужен. И минус как раз-таки куб образования тирозина С9, H11, NO3. И просто мы уже все с вами знаем. Мы знаем теплоту сгорания. Тут у нас теплота сгорания. И мы знаем теплотообразование СО2 и воды. Давайте выразим теплоту образования С9, H11, NO3. Тогда получается сюда с обратным знаком мы перетащим. 9 куб образования СО2 плюс 5,5 куб образования воды и минус теплота сгорания, которая на 1 мой. Ну, давайте аккуратно подставлять. 9 умножить на СО2, 393,5 плюс 5,1 умножить на молекулу воды, так на теплотообразование воды, 285,8, 285,8. Верно? Верно. И минус наша теплота – это 4379, ну, примерно и 2, если округлять до десятой. Ну, давайте умножать. 9 умножить на 393,5 – это 3541,5 плюс 5,5 умножить на 285,8 – это вот так, ну, примерно полторы тысячи. 1571,9 и минус наши 4000. 4379,2. Ну, давайте смотреть. 3,5,4,1,5 минус 4379,2. Тут обязательно нужно себя всегда перепроверять. 734,2 кДж как раз-таки на мой. Вроде бы все сделали. Вот такое теплообразование. Но на положительном все хорошо. Вроде бы все сделали. 5,5, надеюсь, коэффициент мы правильно поставили. Кстати, если здесь нужно у нас... Ну, тут не сказали, какой у нас был тирозин. Твердые, аминокислоты твердые. Я имела в виду агрегатное состояние расставить, потому что это же у нас термохимическое уравнение. Газообразное, газообразное. Вот с водой сложно, потому что не очень понятно, здесь у нас дали для какой воды жидкой или газообразной. Ну, скорее всего, жидкой, потому что у нас изменение теплоты невысокое было, она еще в пар не успела перейти. Ну, вроде бы все. Вот так здесь нужно было делать расчеты. Самое главное, перепроверьте все цифры. Надеюсь, что все в итоге правильно. Но алгоритм в любом случае такой. Другого алгоритма здесь нет. Теплота сгорания – это у нас теплота, выделяющаяся при сгорании одного моля вещества. А теплотообразование можно посчитать через теплоту сгорания. Вот и все. Теплота образования – это образование одного моля вещества из простых веществ. Ну что, неорганика. Расшифруйте неизвестные вещества, напишите уравнение реакций, соответствующих следующей схеме, укажите условия их проведения. Ну, давайте начнем с чего? Ну, с первого уровня реакции, наверное. Наскалийнутри. Реагирует с чем-то. Получается икс, из которого можно затем сделать азот. Азот, на самом деле, не из такого же большого числа веществ можно сделать вот так вот наверняка в одну стадию. Мне в голову только приходит аммиак. Сгорание аммиака в кислороде без катализатора. А как из калийнутри сделать в одну стадию аммиак? Это взаимодействие с активными металлами в щелочной среде. Здесь у нас еще водичка понадобится. Плюс H2O образуется комплекс калий, алюминий, OH4HD. И выделяется как раз-таки аммиак. Алюминий, цинк, это активный металл довольно-таки. Ну, алюминий точно активный, а цинк в средней активности, но тоже довольно-таки активный. Поэтому азот восстанавливается до минимальной степени кисления. Здесь выделяется аммиак. Получается, что алюминий у нас 3 электрона. Азот был 5. Азот стал минус 3. Это 8 электронов. Тогда сюда мы восьмерки перед алюминием. Перед азотом тройки поставим. Ну и считаем остальное. Здесь у нас 8 калиев. Тогда сюда мы поставим пятерку. Тогда здесь 8 на 4. Это у нас 32. 32 минус 9. Это 23. И минус 5. Это 18. И 18 перед водой. Вот такое вот равнение реакции. Как сделать из аммиака в одну стадию азот? Очень легко. Ну, кстати, можно Купру-МО добавить. Можно горение аммиака сделать некаталитическое. Тут есть разные способы. Но вообще аммиак всегда там окисляется. Или перманганатом можно окислить. Но он всегда окисляется до азота. Если нет катализатора, то есть только по действиям катализатора горения, дайно будет окисление. Ну, плюс и жду. В общем, тут есть разные варианты. Можно с Купру-МО написать. Можно с перманганатом написать. С перекисью написать. С кислородом написать. Какой хотите, такой в принципе и напишите. Все будет правильно. Так, сюда 4 на 3, это 12, тогда сюда 6, сюда троечка, вроде бы уравнялась. Ну, конечно, такая реакция идет при нагревании. Третье уравнение реакции. Что-то из азота нужно сделать, чтобы затем у нас получился... Затем у нас получился аргентом на 4 дважды OH. Но обратите внимание, что... Вот тут как-то вот я что-то задумалась. Здесь, наверное, так у нас не пойдет дела, потому что XY должны быть разные вещества. Аммиачный раствор оксида серебра делается всегда вот так вот. Это аргентом 2О плюс NH3 и плюс вода. Значит, нет, видите, не получилось в итоге у нас такая ситуация. Значит, вот это должен быть аммиак, а вот это, значит, был не аммиак. Ну, окей, хорошо, мы догадались. Потому что здесь аммиачный раствор оксида серебра делается определенным образом. Тогда вот это уравнение у нас не первое будет, а будет пятое. Значит, нам надо другой способ образования азота придумать. Хорошо, тогда вот это уравнение нам не нужно, потому что оно нам не подойдет по-любому. Это пятое уравнение реакции. Ну, давайте шестое напишем. Потом перепишите просто в нужном, правильном порядке. Тогда пятое уравнение реакции, оно в любом случае такое, потому что аммиак получить можно только так. А шестое уравнение реакции, это будет аргентум 2О плюс NH3 и плюс H2O. Получается комплекс аргентум NH3 дважды OH. Тогда сюда мы должны поставить двойку. Сюда мы поставим четверку. И все, вроде бы, все уравнялось. Давайте проверим водороды. Здесь 4 на 3, это 12. Здесь получается 12, но плюс 2. И здесь уже 12 плюс 2. Все, в общем, уравнялось. Окей. Как еще можно азот сделать? Что еще мы можем сделать с нитратом? Но с нитратом мы не так уж и много вещей можем сделать. Например, мы можем нитрат разложить. Давайте разложим нитрат. Калий Н3 разложение. Получается калий Н2 плюс кислород. А из калий Н2 можно сделать азот? Можно. Вот. Значит, X это был калий Н2. Калий Н2. Значит, калий Н2 мы можем нагреть с какой-нибудь солью аммонием. Берется обычный ядит аммония. Ну, в общем, неважно какая соль. Главное, чтобы там нитрат какой-то был. Хлориды, бромиды, ядиды. И что получается? У вас в какой-то момент образуется нитрат аммония. Но при нагревании нитрат аммония разлагается с образованием азота и воды. Поэтому вот такой здесь надо было сделать шажок. Ну, окей. Мы в любом случае догадались. Так что все хорошо. Так вот потихонечку, помаленечку вы приходите к правильному ответу. Здесь коэффициенты только двойка перед водой и все. Обязательно значки нагревания нужно указывать, потому что условия здесь нужно обязательно указывать. А затем нам нужно из азота сделать третью реакцию. Сделать аммиак. Ну, это легко. Азот плюс водород. Получается NH3. Соответственно, коэффициент сюда 2, сюда коэффициент 3. Условия это нагревание, давление. И катализатор это железо. То есть, это каталитическая реакция. А еще нам осталось четвертое уравнение реакции. Это из калий NO2 аммиак. Аналогично, как с нитратами, это восстановление активными металлами. Вы можете с цинком написать, например. Если мы, например, с алюминием уже писали. Давайте с цинком напишем. В щелочной среде. Потому что цинк со щелочью дает водород. Ну и уже водород как бы восстанавливает азот 3 до азота минус 3. Получается цинкат, калий 2, цинк OH 4-жды. И выделяется NH3. Аналогичная реакция, как и с нитратом. Тогда, если у нас цинк 2 электрона, азот был плюс 3, азот стал минус 3. Это 6 электронов. Тогда получается, что перед цинком нам нужно поставить тройки. Тогда перед азотом у нас единички. Поставили тройки. Считаем калий. 6 калиев минус 1. Тогда сюда 5 калиев. И считаем кислороды. 12 минус 2, 10 минус 5. Сюда 5. Проверяем водород. Получается 15. А здесь 3, 12 плюс 3, 15. Все. У нас есть 6 уровней реакции. Плюс 6, надо 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, написали. Вот такие вот были реакции. Хорошая цепочка. В итоге много разных вариантов. Мы предлагали для первого уравнения реакцию. Но в итоге подошло только одно. Если есть вопросы, пишите. Каждое уравнение это 2 балла. А нет, получается каждое уравнение это 1 балл всего лишь. Потому что здесь 6 баллов, 6 уравнений. Все прекрасно. Смотрим следующее. Органическая цепочка. Напишите уравнение реакции, соответствующие к следующей схеме. В уравнениях укажите структурную формулу веществ и условия проведения реакции. Ну, C6, C6. Мы понимаем, что это был бензол. Это понятно. Бензол. Затем получается какой-то Х1. А затем C8, H9, NO2. Ну, то есть у нас появилось 2 углерода. Появилась NO2 группа. А Х1, ну, значит, должен на 2 углерода стать больше. Это была, скорее всего, реакция аукилирования. Опять же, мы пробуем первый вариант. Если вдруг у нас в конце что-то не будет сходиться, значит, мы возвращаемся в начало и будем думать. Потому что я не знаю, что здесь будет. Вместе рассуждаем. Так, аукилирование. Можете сделать разное аукилирование. Можете сделать глаген алканом. Можете сделать алкеном. Но не забывайте, что здесь вам нужно обязательно прописывать условия. Значит, у нас получается этилбензол. CH2, CH2, CH3 и выделяется H-хлор. Окей. Затем, ну, если у нас NO2, то, скорее всего, реакция была нитрования. Давайте проверять, получится у нас C8, H9, NO2, если будет нитроваться этилбензол. Был этилбензол. Реакция нитрования у нас идет с помощью нитрующей смеси. Это азотная кислота концентрированная. В присутствии серной кислоты концентрированный. Да, при нагревании, конечно же, жесткие условия. Здесь по большей части у нас будет образовываться пара продукта. У нас довольно-таки объемный заместитель. Конечно, у орта тоже будет, но его будет намного меньше. И плюс молекула воды. Ну, давайте смотреть. У нас здесь раз, два, три, четыре водорода. Здесь получается пять, девять водородов есть. Сошлось. Значит, это был пара нитро-этилбензол. Все, окей. Написали. Значит, третье уравнение. Какое-то Х. И затем у нас получается C7, H6, NO2, натрий. То есть у нас произошло что? По сравнению с этой молекулой у нас уменьшился углеродный скелет на один атом углерода. И появился натрий. А при этом кислорода у нас сколько было, столько и осталось. Что же это может быть? Ну, это может быть... Ну, натрий, понятно. Это окисление нашего этила. Потому что ничего другого не может быть. Ну, давайте окислим наш этилбензол до кислоты. А затем восстановим, например, в щелочной среде нашу нитрогруппу. Потому что если у нас кислорода две штуки, если у вас нитрогруппа бы осталась вместе с СОН-группой, то у вас было бы четыре кислорода. А у вас в итоге два кислорода. Значит, от нитрогруппы вы должны избавиться. Значит, должна быть в итоге аминогруппа. Давайте сначала окислим CH2, CH3. Я думаю, здесь разные варианты принимаются. Самое главное, чтобы они были все правильные, логичные. Калий, марганец, О4. Сделаем, наверное, сначала реакцию. Давайте в щелочной среде сразу сделаем. Какая разница? Плюс калий, ОАЖ. Тогда у нас окисление до соль. А, так у нас натрий. Давайте натрий сделаем, чтобы все было четко. Если натрий хотели, мы сделаем с перманганатом натрием и с натриеваш. Значит, здесь будет О-натрий, бензольное кольцо, НО2-группа, ну и натрий-2СО3, потому что у вас CH3 окисляется до СО2. Плюс манганат еще. Натрий-2, марганец, О4 и плюс H2O. Окей, углерод был минус 2, углерод стал плюс 3. Давайте писать. Баланжи нужно составить. Это получается минус 5 электронов. Углерод был минус 3, углерод стал плюс 4. Минус 3, углерод стал плюс 4. Это получается у нас минус 7 электронов. То есть, суммарно на окисление у нас пошло минус 12 электронов. А на восстановление только 1 электрон. Значит, коэффициенты у нас будут 1 и 12 перед марганцем. То есть, здесь 1, здесь 1, здесь 1. А здесь получается тогда 12 и сюда 12. Ну, значит, считаем наш натрий. Натриев здесь у нас 1 штука, 3 штуки. 12 умножить на 2 и плюс 3 натрия, 27. Минус 12, это получается 15 натриев. Ну, давайте смотреть коэффициент перед водой. Ну, перед водой проще посчитать, наверное, по водороду. Давайте по водороду посчитаем. Здесь у нас 5 штук. Я не буду считать бензольным кольцем, потому что они не поменялись. 5 плюс 15, 20. Тогда 10, чтобы 20 было. Ну, давайте кислород на всякий случай тоже проверим. Тогда 12 умножить на 4 плюс 2 плюс 15, это 65. Это в этой стороне 65. Здесь смотрим, у нас там 12 умножить на 4 тоже. Плюс 2 плюс 3 плюс... Так, я все посчитала. Так, там у нас 4 плюс 3 плюс 10, это 17. 12 умножить на 4 плюс 17, это 65. Все уравнялось. А теперь нам нужно сделать С7, А6, НО2 натрий. Ну, это похоже на восстановление нашего соединения. То есть какая же реакция? Это четвертая реакция. С, О, О, натрий. Давайте, наверное, восстанавливать в щелочной среде, чтобы вот с этим ничего не произошло. И чтобы у нас сразу получился амин. Можно алюминием в щелочной среде восстанавливать. Опять же, натрий УАЖ возьмем, чтобы никакой путаницы не было. Где вода нужна, не знаю. Посмотрим там. С, О, натрий. Получается, водород, который выделяется при взаимодействии алюминия со щелочью, он идет на восстановление аминогруппы. Ну, и комплекс будет натрий, алюминий, О, О, Ч, четырежня. Коэффициенты. Тоже надо поставить коэффициенты. Азот был здесь условно 4, стал минус 2 условно. Алюминий был 0, алюминий стал плюс 3. То есть, если азот у нас из 4-2, это 6 электронов, а алюминий 3 электрона. Значит, мы должны перед алюминием поставить двойки. Поставили двойки. Тогда сюда мы поставим тоже двойку. И вода осталась. Здесь получается кислородов, ну, понятное дело, что здесь их больше. В правой части их больше, вода нам нужна в этой стороне. Здесь получается 4 на 2, 8 плюс 2, это 10. 10 минус 4, это 6. Минус 2, это 4. Сложная математика. 4, окей. Давайте водород на этот случай еще проверим. Здесь у нас получается водородов 4 на 2, 8 плюс 2, 10. Здесь тоже 10. Все, уравнялось, ура. Молекулярную формулу проверяем. Здесь у нас получается С7, H здесь, 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 здесь водород 4, плюс 2, это 6. О2Н на 3. Сходится с тем, что нам говорили? Да, сходится. Значит, это оно. С3 у нас какой-то получается с тем, а затем С7, H8, N2O5. То есть на что у нас изменилась вот эта вот формула? Натрий исчез. На 2 водорода стало больше. Стало больше на 1 азот и на 1, в общем, на 2, на 3 кислорода. Ну, откуда у нас 2 водорода взялось? Потому что мы восстановили. Да, потому что здесь у нас в итоге они... Нет, стойте, значит, что-то тут не так. Так, это у нас был... Тут мы его восстановили, а тут еще 2 водорода появилось. Ну, сейчас будем смотреть, что это означает. Но и внутри у нас появился. Хм. Хороший вопрос. Что это может быть? И при этом у нас есть бром. Окей, смотрите, 36,7 брома по массе. То есть когда-то соединение содержит бром. Что мы можем сделать с бромом? Чтобы потом внутри появился. Но это похоже на реакцию ионного обмена. Давайте проверим реакцию ионного обмена. Например, вот это вот соединение реагирует с ажбромом. Но так как ажбром – это сильная кислота, то есть здесь у нас должен получиться СОН. И получается... А, ну и как раз-таки вот на 2 водорода больше станет. NH3 и бром минус. Надо еще проверить массовую долю, потому что ее же не просто так дали. И все так. И плюс на 3 бром тогда еще получится. Здесь плюсик, здесь минусик. Давайте массовую долю брома проверим здесь. Если сойдется, значит все правильно. Брома у нас одна штука, это 80. Надо малярную массу вот этого всего добра. Посчитать. Это 7 умножить на 12. 84. Плюс 32. Плюс 80. И плюс... Кто у нас еще? Азот. 14. И плюс все водороды. 4 плюс 4 плюс 8 водородов. Ну, давайте смотреть. 84 плюс 32 плюс 80 плюс 14 плюс 8. 218. То есть 80 надо разделить на 218, чтобы понять, то это или не то. 0, 36 и 7. 36 и 7. Значит, они имели в виду как раз-таки сразу образование кислоты. Все прекрасно. Начинаем. Осталось написать последнее уравнение реакции. Давайте писать его. Это, суть по всему, была реакция ионного обмена, потому что у вас там появился Н3. То есть у нас был здесь СОН, соль, бронид с плюсом, брон с минусом. Что нужно добавить, чтобы сделать нитрат? Ну, конечно, аргентом Н3. Обмен, чтобы был. УАН. Так. Н3 с плюсом. Н3 с минусом. И плюс аргентом брон выпадает в осадок, поэтому это реакция ионного обмена идет. Все, аллилуйя. Ну и молекулярная формула последняя тоже сходится. Как раз на 2 водорода стало больше. И на нитрогруппу стало больше. Все. Вроде никаких условий мы не пропустили. Вроде бы все везде указали. Ну, молодцы. Должны заработать 6 баллов. Ну что, задание по неорганике. Осталось самые две большие сложные задачки. Сейчас мы их быстренько решим. Но я не знаю, насколько быстро, потому что они действительно объемные. При обработке смеси двух простых веществ избытком кислоты, соляной кислоты выделилась водорода. При этом масса смеси уменьшилась на столько. После полного сжигания в кислороде такого же количества смеси массы увеличилось на столько-то. Установите простые вещества. Их мольные доли в смеси. Определите, возможно ли растворение исходной навески смеси. Бла-бла-бла. Самое интересное, что до этого мы с вами решали. Как бы не было неизвестных. Все были вещества известные. Затем у нас было одно неизвестное. А сейчас два неизвестных. Ну, давайте смотреть. То есть у нас было два каких-то простых вещества. Ну, пусть будет это вещество А и вещество Б. С избытком соляной кислоты. И у нас выделяется водород. При этом масса уменьшилась на 23,4. А было 25,08. И это означает, что только одно вещество реагирует с выделением водорода. А второе вещество не реагирует со шхлором. Но мы сразу делаем выводы, что это могут быть металлы после водорода. Это могут быть не металлы. Ну, в общем, кто-то. Затем, после полного сжигания в кислороде такого же количества смеси, масса увеличилась на столько-то. То есть у нас и А, и Б. Ну, вообще, в принципе, все реагируют с кислородом. Ну, и тут у нас получаются какие-то оксиды. В общем, АХ наоборот. Только А2ОХ. Мы коэффициенты не будем ставить так. В общем, видео. Б2ОУ. Где XY это, соответственно, валентности. Но давайте делать расчеты, потому что мы знаем, сколько у нас было водорода. Давайте посчитаем количество вещества водорода. Здесь у нас ненормальные условия, поэтому ПВ не РТ. ПВ мы должны разделить на ЭРТ. Получается давление 101,325 умножить на объем. Это 10,82, но сразу на 10-3 умножим, чтобы метр кубический перевести. Р 8,314. И умножить на 20 в кельвинах. Это сколько? 293. Ну, давайте считать. 101,325 умножить на 10,82. Разделить на 1000. Разделить на 8,314. И разделить на 293. 0,45 хорошее получается 0,45 моль. Получается, если у нас масса уменьшилась настолько-то, это была как раз-таки масса вещества А. 23 и 4. Ну, потому что она в итоге... Вещество А перешло в итоге в раствор. И тут нам нужно определить малярную массу. Как мы делаем? Перебором. Потому что мы же не знаем валентность вещества А. Значит, мы перебором можем это посмотреть. Ну, давайте смотреть, если, например... Не знаю, потому что я хотела А написать. Ну, чувство, что это металл будет. Потому что если с водородом реагирует по-любому металл. 23 и 4 мы должны разделить на количество вещества. Ну, и потом будем смотреть, какие малярные массы нам подойдут. Умножить на 23 и 4. Получается, если вот сразу так в лоб умножать, это будет 52 грамма на моль. 52 грамма на моль это кто? Это хром. Может ли у нас реагировать хром с ашхлором? Чтобы у них количество ущества и водорода, и хрома было одинаковое? Ну, в принципе, да. Потому что, если особенно без доступа воздуха... Мы тут не говорили про доступ воздуха. То хром как раз таки окисляется до хрома 2 и выделяется H2. И соотношение будет как раз таки у них 1 к 1. В принципе, подходит, то есть металл был двухвалентным. Мы сначала проверили, если количество вещества одинаковое. То есть это имели в виду валентность равна 2. Валентность равна 2. Ну, хром подходит. 52 грамма на моль это хром. Значит, от первого вещества было хромом. Прекрасно. Затем нам надо определить второе неизвестное вещество. Мы можем найти его массу. Массу вещества В. Это получается 25,08, которое было изначально. Ну, и так как он не реагировал с ашхлором, а масса уменьшилась на 23,4, значит, другого вещества там было 25,08 минус 23,4. Это 1,68. 1,68 грамма. А затем мы переходим к расчетам, получается, по кислороду, потому что мы больше ничего не знаем про соляную кислоту. Нам сказали, что масса увеличилась на 12,72 грамма. Если у вас была смесь простых веществ, а потом реакция с кислородом, и у вас масса увеличилась на такое-то значение, это масса кислорода. Мы можем найти количество вещества кислорода. Давайте найдем. 12,72 мы должны разделить на 32. 12,72 делим на 32. Это, так правильно, я надеюсь, 12,72 разделили на 32. Ну, вроде, да, 0,3975 моль, но мы не будем округлять. Но что мы точно знаем, что хром реагирует с кислородом, получается хром-2О3, потому что кислород – это сильный окислитель, поэтому хром окисляется до 3. Тогда сюда двоечка, сюда четверочка, сюда троечка. Если хрома у нас было сколько? 0,45. Хрома у нас было 0,45. Тогда кислорода сколько пойдет из этих 0,3975 на реакцию с хромом? Ну, давайте смотреть. То есть 0,45 мы должны разделить на 4 и умножить на 3. Значит, кислорода по этому уровню реакции 0,3375. Значит, я обозначу как ню-2 кислорода, которое пошло на окисление второго простого вещества. Это 0,3975. Нужно отнять вот это значение. 0,06 хорошее. 0,06 моль. Ну и тут тоже нужно перебором действовать. Давайте сначала проверим. А вот если у нас количество вещества, простого вещества и кислорода одинаковые, а массу простого вещества B мы знаем. Давайте малярную смотреть. Получается, масса у нас была 1,68. Вот мы ее нашли. И так как у нас и в той, и в той реакции одинаковые массы, значит и масса простых веществ тоже одинаковая. 0,06. Ну, давайте смотреть. Умножить на 1,68. Это если одинаковые. 28. Супер, просто, прекрасно. Это кремний же. 28 грамм на мой. Значит, это кремний. И как раз таки, когда кремний реагирует с кислородом, у вас соотношение кремния и кислорода один к одному. Идеальный подход. Значит, это кремний и хром. Ну все, прекрасно решили. А чего еще хотели? Определите, возможно ли, установите простые вещества, их мольные доли в смеси. Мольные доли. Ну, давайте смотреть. Какие у нас мольные доли? Так, мольная доля. Это хи хрома. Ну, это количество вещества хрома 0,45, умноженное на количество вещества смеси. Смесь это получается... Делено на количество вещества смеси. Смесь это хром плюс кремний. Кремний у нас было 0,06. То есть получается, что 0,45 нужно разделить на 0,51. И умножить на 0,45. Это получается где-то 0,8824. То есть это 88,24%. Ну тогда мольная доля кремния, это просто минус 100. Это получается 11,76%. Вот такие у нас мольные доли. И может ли эта смесь раствориться в щелочи? Да, потому что и хром нет. Кстати, почему-то как это решила лихо. Частичный или полный? Частичный. Потому что крем не растворяется в щелочи. А вот хром нет. Хром не растворяется. Это не амфутерный металл. Только алюминий, цинк и берилли растворяются. Значит у нас возможно только частичное растворение. И нам нужно... Это надо написать, да? Что вот возможно частичное растворение. Потому что хром не реагирует со щелочью. И нам надо написать реакцию гидроксида калия с кремнием. И сколько понадобится щелочи в итоге для этой реакции. Ну давайте смотреть. Кремний плюс калий у аж. Плюс вода. Получается калий 2 силициум О3 плюс H2. Сюда 2 получается. И все. Вроде бы никакие коэффициенты больше... А сюда 2 еще. Никакие больше коэффициенты не нужны. Кремний у нас было 0,06. Тогда калий у аж будет в 2 раза больше 0,12. Масса калий у аж тогда это 0,12 умножить на 56. 0,12 умножить на 56. Это 6,72 грамма. А нам говорили, что у нас 20% щелочь. Значит масса раствора щелочи это 6,72 делено на 0,2. Чтобы массу раствора найти. Это 33,6 грамма. А нам надо было еще найти... Рассчитайте какой объем щелочи для этого потребуется. Значит нам нужно еще найти объем. Разделим на плотность. Значит объем раствора. Это 33,6 деленное на плотность. 1,185. Разделить на 1,185. Где-то 28,35 миллилитра. Вот. Такие вот ответы у нас получились. Хорошая задача. Не сильно сложная, не сильно легкая. Какая сложная, которую я решала сама. Потому что я честно не с первого раза в нее вдуплила. Прям вообще не с первого. Это последняя задача. Где у нас аминокислоты? Она интересная. И подход к решению тоже интересный. Обязательно решите все 4 задачи из 2019 года. Потому что они прям сложноваты. Если честно, с первого раза очень сложно догадаться. В результате пептидного синтеза, в который ввели равное количество двух природных аминокислот. Одна из которых глицин. Было получено столько-то смеси равных количеств 4 дипептидов. Масса одного из дипептидов оказалась больше массы другого дипептида на столько-то. Установите строение второй аминокислоты. Вычислить массу солей, которые образуются при обработке полученной смеси дипептидов избытком разбавленного раствора гидроксида натрия. То есть нам нужно установить строение второй аминокислоты и вычислить массу солей, которые образуются при обработке избытком раствора гидроксида натрия. Ну что, у нас был глицин. Давайте здесь, чтобы не... Опять же, здесь реакция не нужна по факту. Нам реакция нужна только для последнего расчета. Нам нужно установить строение. Здесь, я думаю, можно, в принципе, и схематично описать. У нас был глицин, это аминоуксусная кислота. И была какая-то другая аминокислота, к которой мы пока без понятия, что это за аминокислота. Что такое дипептиды? Это продукты реакции поликонденсации двух аминокислот, когда у вас отрывается молекула воды от аминогруппы, от СОН-группы, и образуется пептидная связь. Но так как у вас была смесь двух разных аминокислот, получается, что возможно четыре разных варианта дипептидов. Первый вариант дипептида, это когда у вас, например, глицин с глицином реагирует. У вас получается глицин, глициния. И выделяется молекула воды. Второй вариант, это когда глицин реагирует с какой-то другой аминокислотой, состав которой вам нужно найти. Но при этом у вас... Откуда четыре берется? Сначала, кажется, должно быть три, но на самом деле четыре. Почему? Потому что у вас же глицин может реагировать по аминогруппе, а может реагировать по СОН-группе. И это будут два разных дипептида. Они будут образованы остатками одинаковых аминокислот, но по-разному будет образована пептидная связь. Поэтому это два разных дипептида в итоге будет. То есть глицин, например, вот так вот аминокислота, плюс уж 2О. Допустим, если глицин дает СОН-группу на образовании пептидной связи, а может быть наоборот, когда аминокислота какая-то неизвестная дает СОН-группу. Ну, это я так схеметично обозначила, но по факту здесь отличие только в расположении пептидной связи. То есть аминокислота, глицин и плюс молекула воды. Тут четыре реакции. Ну и, соответственно, аминокислота реагирует с аминокислотой. И получается вот такой вот дипептид. И плюс молекула воды. То есть четыре реакции. Что мы знаем? Что у нас природные, но это проще. У нас была смесь 66,6 равных количеств четырех дипептидов. То есть вот эта вот масса смеси получается, вот эта вот масса смеси, это 66,6 грамма. Масса одного из дипептидов оказалась больше массы другого дипептида на 6,75. Но это сложнее уже, чуть попозже обсудим. Было много неизвестных. Нам сказали, что у нас изначально были равные количества вещества двух природных аминокислот. Давайте скажем, что количество вещества глицина, это получается Х-моль, и другой аминокислоты тоже Х-моль. Но у вас в данных реакциях как бы четыре молекулы глицина реагируют. То есть Х-моль, оно будет относиться ко всем этим четырям глицинам. Это Х-моль. Ну, соответственно, аминокислоты, вот это вот все, тоже будет Х-моль. А тогда дипептидов сколько будет? Ну, если дипептид у нас в четыре раза меньше получается, то тогда в четыре раза меньше количество вещества. Это 0,25Х. Здесь тоже 0,25Х. Здесь тоже 0,25Х. И здесь тоже 0,25Х. И водички, ну, тоже 0,25Х будет образовываться. И так как вы знаете только массу смеси дипептидов, а вам же нужно как бы к начальным аминокислотам прийти, с ними какие-то расчеты сделать. Вот здесь вот напрашивается закон сохранения массы. Смотрите. То есть, сколько, какая была масса начальных аминокислот, ну, такая масса продукта у вас тоже образуется. Ну, и получается, что, например, масса глицина, это 75Х. Масса неизвестной аминокислоты, ну, это ее малярная масса, умножить на Х. И что это такое? Это масса всех дипептидов и плюс масса воды. А масса воды сколько будет, если количество вещества 0,25, а их как бы 4 реакции? Но в итоге получается 18Х. И что у нас в итоге образуется? Уравнение с одной неизвестной, с двумя неизвестными, где Х это количество вещества, аминокислот начальное, а малярная масса, ну, это малярная масса неизвестной аминокислоты. Но чтобы такое решить, нам же нужно еще одно уравнение, верно? То есть у нас вот была смесь, так мы вроде бы все сделали, да? И в итоге 18 воды у нас тогда должно быть, и масса вот этих двух начальных аминокислот. Вроде бы все сходится, вроде такое первое уравнение должно быть. Затем нам сказали еще, что масса одного из дипептида показалась больше массы другого дипептида на 6,75 граммов. И тут очень много разных вариантов. Потому что дипептидов-то у вас аж, ну, три разных вида. Потому что, ну, когда у вас глицин-аминокислота или аминокислота-глицин, это как бы две одинаковые по факту аминокислоты с точки зрения малярных масс. То есть они разные с точки зрения структуры, но малярная масса у них одинаковая. Поэтому нам нужно, получается, сравнить, какие аминокислоты. Ну, вот эти, допустим, должны сравнить. То есть это первый вариант, что вот они имеют массу разную на 6,75. Можем сравнить, получается, вот это тоже может быть масса разная на 6,75. А вот это, ну и все. То есть у нас тут три разных варианта. И получается, что эти три разных варианта мы должны с вами проверить. Давайте начнем с первого варианта, когда мы сравниваем массу глицин-глицина и глицин-аминокислота. Получается, что масса глицин-глицина, это что такое? Это 2 малярной массы от глицина умножить на 2, но минус 18, потому что молекула воды. Это 132. Получается, 132 мы должны умножить на 0,25х. Это масса диепептида глицин-глицин. Его масса, ну понятное дело, что аминокислота, глицин самая простейшая аминокислота, и аминокислота будет тяжелее. Значит, тогда масса диепептидов казалась больше, значит, тогда вот это плюс 6,75, и все это равно масса более тяжелая. То есть там получается 75 минус 18, 57, ну и плюс малярная масса нашей неизвестной аминокислоты, тогда плюс M. И все это умножить на 0,25 на малярную массу, потому что мы как бы сравниваем массу. У нас масса одного диепептида больше настолько-то, чем масса другого диепептида. Ну и там, где была какая-то неизвестная кислота, его масса будет больше. И что у нас в итоге получается? У нас получается первый вариант системы уравнений, которую нам нужно решить. Ну что, поехали. Надеюсь, что мы нигде не ошибемся с точки зрения математики, и все в итоге выразим правильно. Как мне хочется здесь в итоге выразить? Ну давайте, может быть, выразим малярную массу и переравняем их, и в итоге найдем количество вещества, а потом найдем малярную массу. Ну или можно х выразить. В общем, как хотите, так и решайте. Главное нам в итоге прийти к правильным ответам. 75 х плюс mx получается 66,6 плюс 18 х. Ну тогда давайте 18 перетащим в другую сторону. 85 минус 18 это 57 х. И равно все это m плюс mx и равно это 66. 66. Давайте х выразим. Х получается тогда 66,6. Мы должны разделить на 57 плюс m. Вроде так, да? Если х мы выразили, да, потом нужно разделить. В общем, х у нас вот такой вот получился. Давайте его подставим вот в это вот урожение. Надо, правда, его тоже немножечко привести в божеский вид. А, кстати, вот здесь даже лучше будет выразить 57 плюс m. И это 60, так, что нам нужно, нам нужно перевернуть все это. Это 66 крест на крест. Это 66 деленное на х, да, просто перевернуть. Потому что у нас здесь вот есть вот этот фрагмент 57 плюс m. Как раз таки мы избавимся от этой m-ки. И у нас в итоге будет равнение с одной неизвестной. Так что мы сделаем даже вот таким вот образом. Ну давайте умножать. Приведем в божеский вид. 132 умножить на 0,25. Это 33х плюс 6,75. Вот это пока не будем трогать, потому что мы сюда все подставим, чтобы в итоге быстренько это все выразить. Потому что, да, считать многовато получается. Ну давайте подставлять. Так, у нас перепишу еще раз. 33 плюс 6,75. Все это равно 57 плюс m. Умножить на 0,25x. Подставляем вот это сюда. 33х плюс 6,75. Получается тогда 66,6 деленное на х умножить на 0,25x. Иксы сокращаются. Надеюсь, все получится. Умножить на 0,25. Так, получается 33х плюс 6,75. 16,65. Вычитаем 6,75. Получается 33х равно 9,9x. Это 9,9 деленное на 33. Деленое на 33. Это количество вещества 0,3 моль. Но, в принципе, красивенькое получилось. Давайте малярную массу тогда смотреть. Ну в итоге малярная масса, ну мы можем отсюда выразить, в принципе, да. Почему бы и нет. М нашу. Тогда малярная масса это что такое? Это 66,6 деленное на 0,3. Количество вещества, которое мы нашли. Мы поставим вот это значение вот сюда. Но минус 57 тогда. Получается 66,6 деленное на 0,3. Минус 50. Так, еще раз. 66,6 деленное на 0,3. Минус 57. 165. 165 грамм на моль. Такие тяжелые аминокислоты, это те, которые содержат бензольные кольца. Ну давайте фенилаланим проверим. Какая у него малярная масса? Фенилаланина. Так. У нас есть CH. Аминогруппа. ИНХ2. СООН. СН2. И бензольное кольцо. Посмотрим, какая у него малярная масса. Если будет 165, это он. Если нет, то будем проверять, который у нас гидрокси с бензольным кольцом. Ну что. Углеродов здесь у нас 6. 1, 2, 3. То есть 9. 9 умножаем на 12. 9 умножаем на 12. 108. 108. Плюс 32. Плюс 14. Это азота. И плюс все водородики. Так, в бензольном кольце у нас 5 водородов, плюс 2 изамина, плюс 1, плюс 2, плюс 1. 165. Ура, ура, ура. 165. Это фенилаланим был. Потому что, ну, задание реально сложное. Такое. Надо аминокислоты знать обязательно. Все сошлось. 165 в итоге получилось. Установили строение в чудесно. И вычислите массу солей, которые образуются при обработке полученной смеси дипептидок и избытком разбавленного раствора гидроксида натрия. Ну, я думаю, тут тоже, в принципе, можно схематично это написать. Ну, потому что прописывают все эти реакции. У вас нигде здесь в чистом виде не просят писать реакции. Давайте в общем виде это сделаем. То есть, получается количество вещества. Это что такое? Это 0,25 умножить на 0,3. Потому что х мы нашли. Это 0,3. 0,25 умножить на 0,3. Это получается 0,075. Для того, чтобы дипептид прореагировал с калиуаш, у вас всегда соотношение будет 1 к 2. Калиуаш в 2 раза больше. Одна молекула калиуаш тратится на разрушение дипептидной связи. Вторая идет на образование соли с СООШ, который не задействован на дипептидную связь. Значит, соотношение всегда 1 к 2. То есть, получается, если у нас 0,075, это 1 только дипептид. Ну, их было 4 штуки. 0,3. Значит, щелочи будет в 2 раза больше 0,6. Вот столько нам количества вещества потребуется. А, нам надо соль, да? Вычислить массу солей. А, солей. Ну, в общем, столько же получается. А, нет, тут придется считать. Ну, ладно. Соль тоже разные будут. О, ма гад. Давайте смотреть. Если у нас глицин глицином был, то там у нас образуются 2 соли, соответственно, глицина. CH2. Придется писать. Хотя бы схематичненько, но давайте напишем. CH2, COO получается натрий. И тут у нас аминогруппа. Их будет в 2 раза больше образовываться, чем было изначально. Это здесь. Затем. То есть, считаем количество вещества сразу в 2 раза больше. Значит, мы 0,075 умножим на 2. Вот столько у нас соли будет. Это давайте сначала с глицином разберемся. Это первое. Потом у нас при гидролизе вот этих двух товарищей образуется еще столько же моль. Глицината 0,15 в 2 раза больше. Здесь глицината нет. То есть, глицината суммарно у нас вот столько вот образуется. То есть, количество вещества глицината C2H2O4 натрий. Это будет 0,3 моль. Ну, давайте массу сразу найдем. То есть, массу солей. Массу. Тогда здесь будет масса соли. C2H2O4 натрий. Это 0,3 умножить на молярную массу. Но если глицин это 75, тогда 74 плюс 23. Это 97. 97. Значит, 0,3 умножаем на 97. Это 29,1 грамм. Окей, с этим разобрались. Вторая аминокислота это у нас фенилаланин. Значит, сколько тоже будет у нас образовываться солей? В итоге 2 штуки отсюда и еще 2 штуки отсюда. То есть, 4. То есть, по факту... Сколько? А почему я так сделала? Непонятно. А почему у нас здесь сошлось? А, нет, сошлось. То есть, получается же, столько же в итоге, сколько было аминокислот. Можно было даже так не считать. То есть, количество вещества солей в итоге будет равно количеству вещества исходных аминокислот. То есть, 0,3. Значит, количество вещества у нас тех солей тоже будет 0,3. Ну, давайте здесь это сделаем. Вот тут напишем, какая у нас будет формула у соли, молекулярная формула. Тогда здесь будет С9H. Сколько у нас там было-то водородов? 5 плюс 2, 7 плюс 2, 9, 9 плюс 1, 10, 10, О, 2, N. И будет натрий. Вот такая вот у нас формула вроде бы нашей соли. Давайте еще раз проверим. Здесь 5, 7, 9, 10. Этот заменится на натрий. Малярная масса. С9H10O2N на 3. 9, так это у нас 108. 108. А зачем я так считаю? Можно было сразу посчитать. Это 165 минус 1 же и плюс 23. Это 187 грамм на моль. Грамм на моль. А нам надо массу. Пусть масса нашего С9H10O2N на 3. Это получается 187 умножить на количество вещества 0, 3. 56,1. А вам надо как бы суммарную массу всех солей. Смеси солей. Это получается 56,1 плюс сколько мы там глицината находили. 29,1 плюс 29,1. 85,2. 85,2 грамма. Вот такой ответ должен получиться. Вроде бы. Но опять же, если вдруг что-то где-то с расчетами так, дайте знать. Вроде бы фенилаланин хороший получился. Если есть ошибка, то где-то в расчетах масса. Обязательно напишите. Я могу ошибаться. Все ошибаются. Надеюсь, вам понравился разбор этого варианта. Ребят, всем удачи 13 августа. Надеюсь, что у вас все получится. Держу за вас кулачки. Обязательно отписывайтесь, как у вас все прошло в итоге. И какие задания были намного сложнее, чем задания прошлого или нет. Ну, надеюсь, что мы с вами встретимся в углу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok